Пастор из Литвы, небольшой церкви. Ему около 50 лет, и у него где-то за 35 начала лысеть голова, и у него осталось только волосы по бокам, а посередине волос не было, было полностью лыса. И он говорит, мы просто, они учатся от нас, они учатся от нашего служения, они двигаются в исцелениях. И он говорит, один день мы просто поклонялись. Нас, говорит, настолько Господь зажег, мы поклонялись. На камеру это не снималось, у них нет камеры, потому что небольшая церковь. И он говорит, мне в какой-то момент стало жарко. И говорит, я обычно беру салфетку, говорит, и свою лысину протираю, привычка такая, потому что там, говорит, ну течет пот. Он говорит, я с салфеткой, там волосы. А там не просто пушок, а там волосы по длине, как у него, то есть у него полноценная прическа, как подстриженные волосы. Во время поклонения, ни ночью, ни незаметно. И даже, ну, ребята в зале, которые поклонялись, они говорят, мы не поняли, пастор, у вас что-то изменилось. То есть это было незаметно произошло. Это в какую-то секунду, и никто не помнит, как это произошло. Просто пастор один на поклонении стал, пастор другой стал после поклонения. Слава Господу. Сколько раз вспоминаю это слово, Господь сказал, будете слышать и видеть чудеса, которых еще до этого, то есть, не было. Какие-то вещи, которые быстро происходят. Давайте сейчас совершим вот подобную молитву. Есть у некоторых волосы, которые уже с возрастом у вас выпадают. У некоторых это посидели волосы. У некоторых произошел какой-то стресс и сбой произошел. У некоторых редкие волосы очень. И кто сказал, что об этом не нужно молиться? Это тоже нужно исцеление. Но из-за того, что мы это не практикуем, мы не видим чудес. Поэтому мы решаем практиковать все, 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 что можно. Итак, давайте помолимся. Если вы хотели бы всем, кому нужно какое-то чудо с волосами, например, они у вас уже безжизненные, может быть, уже, знаете, возрастные, тусклые, не блестят, вы хотите живые иметь волосы, а тоже исцеление нужно. Исцеление вашего обмена веществ, исцеление ваших луковиц волосяных. Вот. Кому нужно, чтобы выросли волосы прямо здесь, на служении? Давайте вместе. Кому нужно такое чудо, поднимемся. У кого-то седые, чтобы ушла седина, чтобы вам не нужно было красить их. И я сразу хочу сказать, женщины, вы сразу не увидите это чудо, потому что они же у вас уже покрашены. Но когда они будут отрастать, вы увидите, будут отрастать нормальные волосы. Так само усы, бороды. Я не знаю. Вот. Я объясню, почему. Потому что то, чем вы красите волосы, это все-таки химия, и она влияет на здоровье. Поэтому лучше бы, лучше получить чудо, да? Сэкономить и деньги, и здоровье. Аминь. Все, пастора согласны. Поэтому давайте просто сейчас, мы не будем ни руки на себя возлагать, ничего, просто станем, постоим, а я буду молиться, высвобождать. А вы, знаете, я даже предчувствую, кто-то из вас почувствует, как рука на вашей голове шевелит ваши волосы. Я просто увидел только что прозрачную руку, которая вот так вот у кого-то по голове делает. Это Божья рука, это не люди. И чтобы никто не сказал, что здесь краской мажут волосы, мы не будем возлагать руки. А, Господь, мы признаем, Ты вчера, сегодня, по веки тот же. Ты не изменился. И мы знаем, что и волосам нужно исцеление. Они должны также быть восстановлены. Прости нас, что мы как-то не так жили, что-то не так кушали и где-то были неосторожны. Но есть милость, есть благодать и есть Твоя кровь. Поэтому пусть чудеса с волосами происходят. Мы просим, чтобы Твой перст коснулся каждой головы присутствующих здесь и зрителей. Пусть Твой перст, Твоя рука, пусть Твои ангелы пойдут, Господь. И мы знаем, что как женщина, которая была больна, у нее было кровотечение. Она просто сама для себя решила, что вот так получат исцеление. Мы принимаем решение прямо сейчас, что мы принимаем сейчас здоровые волосы, здоровые луковицы. Пусть волосы растут во имя Иисуса там, где они уже выпали. Пусть волосы густеют там, где они редкие. Пусть уходит седина, возвращается естественный цвет во имя Иисуса. Пусть любое нарушение из-за радиации, из-за химии, которая повлияла на волосяные луковицы, говорю, пусть это уйдет и пусть обновятся. Появятся новые здоровые луковицы, волосы во имя Иисуса. Даже сейчас, я говорю, меняется пигментация, меняется состав волос, меняется количество волос. То есть все выпавшие волосы возвращаются на вашу голову во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Растите! Луковица новая, появитесь! Пигмент, возвратись! Согласно Божьему плану. Во имя Иисуса Христа, Бог Творец. Вчера Он творил, и сегодня творит, и будет завтра творить. Поэтому сотворение. Давайте скажем сотворение. Сотворение на моей голове. Сотворение. И мы, Господь, верой принимаем любой вариант. То ли это произойдет сейчас, то ли это произойдет к концу этого служения, или дома, когда мы будем спать. Но мы уже благодарим Тебя. И поблагодарите, за что вы приняли. Спасибо. И назовите что? За то, что появились волосы, ушла седина. Новые луковицы, пигмент волос ваш возродился. Спасибо, Господь. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы молились, и мы говорим во всеуслышание. Это никакая человеческая работа, никакая человеческая самоубежденность. Это вера в Иисуса Христа, который может все. Аминь. И давайте, Господу, еще дадим славу. Присаживайтесь, благословенные. Присаживайтесь. И спасибо большое, что вы кто-то дали места людям. И еще не все сидят, но мы молимся о новом здании. И если вы можете нам помочь, то есть найти здание, найти возможности, или не знаю, просто мы будем рады любой вашей информации. Нам нужен зал на тысячу мест и помещения, чтобы были офисные. И вот поэтому, если вы поможете нам, мы будем рады. Чем мы будем там заниматься? Служить людям исцеление, освобождение, прорыв, спасение душ. Это то, чем мы горим и то, чем будем двигаться. Аллилуйя. Сейчас у нас, перед тем, как мы вызовем команду из Польши, потому что мы получили инструкцию высвободить их, благословить, чтобы Польша, она, знаете, она загоралась, она двигалась. Я хочу сказать вот всем, чтобы все могли это услышать, что Бог поднимает много церквей по всему миру с ДНК такого служения, которое было у Иисуса. Служение Иисуса отличалось от служения, которое есть во многих современных церквях. Я говорю сейчас без осуждения, а просто как факт. Служение Иисуса отличалось. И Он хочет, чтобы подобное служение продолжалось. Вот, чтобы люди, оно, чтобы распространялось, чтобы церкви с подобным ДНК, они появлялись в разных местах. И я вам скажу, в таких церквях всегда будет живая вода, свежий хлеб и движение Духа. Там не нужно будет для этого прилагать усилия, потому что будет действовать обещание Иисуса. Если вы будете делать то, ради чего я вас послал, я буду с вами. И чудеса и знамения будут вас сопровождать. Это тот стиль служения, где не нужно напрягаться, чтобы чудеса сопровождались. Это тот стиль, где чудеса становятся естественным, где оснащение идет не через школы, а оснащение идет через Духа Святого прямо с неба, потому что Бог жнецам дает инструменты. Окей. И поэтому я верю, что эта группа, она также ключевая группа, которая будет в Польше зажигать. И они должны поймать это ДНК. Это не ДНК новая, это не ДНК какой-то церкви, это ДНК неба, с которым пришел Иисус, и Он хочет это распространять. Хорошо. Но Павел рассказал свидетельство уже одной церкви, которая, там даже не одна церковь, которая была на школе сверхъестественного в 2019 году. У нас, кстати, в этом году будет две таких школы. Вот. И мы слышали же много свидетельств от разных пасторов, которые были на этой школе, и у них началось движение Духа. Но то, что там началось, это вообще очень интересно. Мы посмотрим даже видеокусочки. Вот. Давай расскажи. И назовем время школы. Вернее, дата, я помню. Да, у нас будет еще одна школа. Две. Две школы. Слава Господу. Это все той же сестрички-пасторы, которая приезжала, была у нас на школе сверхъестественного, у которой есть простыни с брошюр. Что она сказала? Она начала рассказывать о том, что в церкви, когда она вернулась, начала проявляться слава Божья. Они стали больше поклоняться, больше пребывать в молитве. Их собрания увеличили, собрания служителей. Они, например, раньше были два часа, а сейчас они собираются, например, полседьмого вечера, и они полдвенадцатого ночи не могут разойтись. Присутствие Господа сходит, и проявляется слава Божья. На служениях в церкви у взрослых людей стала появляться золотая пыль. На одежде, на руках, на лице. Они рассказывали, что просто даже на полу золотая пыль лежит. После этого они стали замечать, что это появилось в семьях. То есть там, где, например, верующая или верующая семья из церкви, хоть кто-то один, они приходят, у них дома эта золотая пыль на детях, на неверующих родственниках, которые в этом доме, в этой семье живут. И то, что она озвучила, она говорит, стало приходить больше. То есть вот эти крупинки, они стали становиться больше и больше, и уже даже в виде каких-то, ну вот как пластины стало приходить. Не просто пыль, а пластины. И она задала вопрос, Господь, меня мучает, не ее мучает сомнение, люди подходят, действительно ли это от Бога? Действительно? Потому что люди никогда такого не переживали. И она говорит один день, я стала молиться, уединяться, Господь, это от тебя или нет? И ей прямо перед лицом просто упала перед ней золотинка в виде сердечка. То есть просто в тот момент, когда она молилась, она говорит, я не могу сказать, что это говорит от Бога, это Его слава, это Его проявленная слава. И больше всего, что интересно, в этой славе сердца людей, сердца церкви очень сильно стали меняться. Они настолько глубоко просто Бог растягивает их сердца и вмещает любовь Божью. Они говорят, мы выходим на улицу, мы не можем пройти ни мимо одного больного человека. Говорит, наши соседи, родные, близкие, у нас, говорит, огромная-огромная любовь растет в сердцах. И также люди, которые не служили, вот были просто прихожанами, либо когда-то служили, но просто сидели. Их захватила любовь Божья, их настолько захватила, они готовы делать все. Они берутся за все. От маленькой до простой работы, до сложной. Все, где нужна помощь, они берутся за все, они с радостью это делают. И с большой любовью, благодарностью Господу. Пастор, сестричка, она говорит, ожила церковь, она живая стала, она любящая стала, она жаждущая стала. И, говорит, сила Божья, она просто течет. Куда бы ни пошли, за кого бы ни молились, что бы ни делали, есть проявление силы и любви Божьей в жизнях людей. И, интересно, что даже сами неверующие родственники в некоторых семьях, они говорят, слушай, жена, там на кухне что-то появилось, пока кушали. Здесь они такие в коридоре идут, к ним гости пришли, они идут, и прямо перед ними, вот они идут по комнате, перед ними вот эти золотые пластины просто падают. проявленные слава Божья. И она прислала благодарность огромную, она сказала, то, что вы делаете, продолжаете делать, это нужно, это, ну, эти переживания, мы, говорит, столько лет этого ждали, мы так жаждали, мы именно этого хотели, но мы получили в славе намного больше. Мы, говорит, оно развивается, события настолько, что, говорит, мы их даже контролировать сами не можем, это как сюрприз новый, что Господь сделает дальше. И самое важное, любовь, самый важный признак, пребывает любовь, и она больше всего. Не просто это золото посыпалось, и все порадовались, любовь захватывает сердца, любовь Божья. Слава Господу. Мы сейчас, ребята, можете видео начать показывать? Да, что вы понимали, вот важно, важно, что мы сказали, это не просто... Это видео или фотография? Где-то нашли на улице, это в воздухе появляется, вот и падает, то есть это доказательство, что-то сверхъестественную природу имеет. Громкость есть? Дорогие, посмотрите, что сегодня упало у нас. Это что-то вообще... Это пастор. Такой величины и такого размера. А вот эта пластинка золотая, она была как две, как две, два кругляшка вместе. И потом, пока я ее в пальцах поймала, пока принесла, и она вот стала вот такой пластиночкой. Но это прям золотая вся, она прям золотая. И поэтому, девчата, мальчишки, ревнуйте, ревнуйте, Бог, Он всемогущий. И поэтому я верю, что у каждого сейчас начнется такое чудо. Поэтому, докторами, ты благословит Господь нас всех. Во имя Иисуса Христа, я прошу, чтобы это все являлось в каждом доме, в каждой семье. Это для прорыва, для веры и укрепления. Да хранит и благословит нас Господь всех. Аминь. Давай еще видео. А это вот сердечко, о котором она говорила. Пластина в виде сердца. Они снимали на простой мобильный телефон, потому такая видимость. Но в интернете, когда мы выложим, там немножко четче видно это видео. А там где-то еще были совсем маленькие где-то. Видно прямо они прям... Что интересно, мы об этом не просим специально. Видите, это просто вот присутствие славы и ангелов Божьих. Какие-то элементы, вот с небес какие-то нам сверхъестественные появляются здесь на земле. Бог как бы говорит, смотрите, небеса здесь. Небеса на земле. Я с вами. И мы даже не знаем, что дальше может быть. Видите, начало просто с пыли, которые мы просто смотрим... Смотрите, и рука вся блестит. Если кто обратит внимание, вся рука на золотой пылью покрыта помимо этой пластины. Мы несколько видео не показали, они на телефоне видны, но на экране, если вывести, мало будет видно. Просто вот как будто намазали золотой пылью у многих руки. Это шестигранник. Давайте еще следующее видео. Какие-то знаки Бог нам с небес дает, которые мы пока не можем раскодировать. Но очень интересно. То, что сверхъестественное появляется и соединяется с жаждой, страстью людей, с желанием служить. То есть мы понимаем это от Бога. Потому что, ну, дьявол... Зачем дьяволу это делать? Мы же не поклоняемся этим пластинкам. Мы служим живому Богу. И нам, наоборот, еще больше хочется служить, еще больше хочется поклоняться Ему. Очень интересно. И вы можете даже сейчас руки поставить, потому что, слава Божия, присутствует здесь и принимайте. Это все, да? Вот как раз пока вы смотрите, поставьте руки, почему бы нет? Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Это последний, да, кадр? Да. О, друзья. И мы говорим, да, Господь, больше. Слава последнего дома будет больше, чем слава первого. Могу даты следующей школы назвать. У Бога наверняка есть что-то больше. Аминь. Что Он показывает. Это только начало. Да, мы просто... Мы еще просто не можем распознать, что же это такое. Потому что, когда только золото начало появляться раньше еще, елей во времена генералов Божьих, во времена пробуждения там в Аргентине, а они тогда еще не могли даже понять, что это. Они только видели, но не могли понять. И только позже, через лет там 10, пророки начали объяснять, что это значит. Поэтому то, что вот это происходит, мы видели. Мы тоже пока не можем найти этому объяснение. Вот. Но, то есть, мы рады, что небеса так плотно с нами, что, скорее всего, знаете, вот пастор Оля тоже, мы были вместе на встрече с Джеймсом Малони, и он рассказывал о том, что происходило. Женщины золото, как с небес, они приносили одежду, еду даже с ним. Прямо с неба. Дверь появлялась в стене, заходили на небо, приходили ангелы, заходили физически, как я сейчас, на служение. И он видел ангела, который стоял, один из 12 старцев стоял, и он его видел, у него длинные волосы, удлиненные волосы, то есть, такой серьезный, грозный, он улыбался. То есть, есть эти порталы, есть двери, и Бог будет позволять нам соединяться с небесами. Так вот, не только звездочки, я думаю, что еще будет пища появляться с небес, потому что один из пасторов, у которого был большой вес, он весил, вот где-то 120 килограмм, он не мог избавиться, к нему пришли ангелы, принесли ему с неба лепешку и какую-то жидкость. Они сказали, это небесная вода живая и небесный хлеб. Он съел, лег спать, утром встал, стройный, столько, сколько ему нужно. Я думаю, все сестры сейчас вас желали. Вот, вы знаете, возможно, возможно, ангелы нам будут приносить это. Возможно, мы с вами действительно еще увидим намного больше того, что связано с небесами. Главное, нам хранить наше сердце, чтобы мы поклонялись Иисусу и вместе с Ним делали его работу. Ты что-то еще хотела сказать? Я хотела сказать, когда эта сестра из другой страны, она была на школе сверхъестественного, это была самая жаждущая сестра. Это была самая, и она на школе сверхъестественного два исцеления получила. Именно на самой школе. Она брала все, она как ребенок была, она принимала все. Она жаждала все. Команда жаждала, они жаждали, их жажда нас зажигала продолжать делать то, что мы делаем. Потому что мы это видим каждый день, они жаждали больше, и они увидели больше, и они будут видеть больше. Потом продолжайте жаждать большего. Это был ключ к тому. И они были как дети, они принимали все от Господа. И у нас следующая школа? следующая школа будет с 20 по 26 апреля включительно. И вторая школа в году будет с 23 сентября по 30 сентября включительно. Потому что, если кто-то планирует, пишите о вашем желании быть в школе в то время, в которое вы хотите. Мы будем рассматривать, не просто рассматривать, мы будем давать ответы. ПО-ПРОДИСМЕНТОВ Продолжение следует...